Пандемия вряд ли сдержит жителей Мурманска от летнего отпуска, хотя бы в средней полосе или на юге России. К слову, провести отдых можно с пользой, например, в бухте Капсель, что располагается в Крыму, уже вовсю готовится к Тавриде. В этом году молодежный арт-кластер будет проходить в обновленном формате. Подробнее об этом расскажет Кристина Харатова. В этом году форум Таврида будет проходить с июня по октябрь. Однако дата может измениться из-за непростой эпидемиологической обстановки. Но пока все идет по плану и организаторы готовят много новшеств. Например, на Тавриде появились такие творческие направления, как индустрия моды и повышение региональной привлекательности. А вот традиционных смен не будет. Вместо них введен новый формат – антишкол. Участник самостоятельно формирует свое расписание. Он выбирает сам, чем ему заниматься в течение дня, какую лекцию посетить, а может быть, на какой мастер-класс сходить и научиться чему-то новому. Участники получают возможность работать 24 на 7. Открылся многофункциональный каворкинг для тех, кто не любит спать по ночам и поток искусства льется постоянно. Теперь участники могут даже покидать территорию фестиваля и отправляться на экскурсии в другие города Крыма. В общем, много нового интересного впереди. Кстати, присоединиться к фестивалю могут молодые творцы от 18 до 35 лет включительно. В этом году от Мурманской области поехать на Тавриду могут 19 человек. Для того, чтобы попасть на форум, необходимо зарегистрироваться на едином портале tavrida.art, там же подать заявку на творческую антишколу, выполнить творческое задание, дождаться приглашения на форум и добро пожаловать. Нельзя забывать о том, что участники могут получить гранты. За пять лет существования проекта их роздано на 160 миллионов рублей. В этом году на реализацию творческих проектов есть шанс получить до трех миллионов.